дорогие друзья в эфире городского телеканала ю тв новый выпуск программы один из нас и наш собеседник сегодня эрнст ревгатович молдашев хирург офтальмолог писатель путешественник основатель всероссийского центра глазной и пластической хирургии здравствуйте здравствуйте спасибо большое что нашли время нас сегодня принять вот и для тех зрителей для кого знакомство с вашей деятельностью и с вашей персоной возможно будет первым хотелось бы немного начать издалека задать несколько вопросов касаемых прошлого и вашей биографии расскажите немного о том каким было ваше детство и что вам нравилось когда вы были ребенком только я очень коротко скажу потому что это немножко такая тема чтобы не совсем углубляться в это дело я родился в башкирии в деревне сирменево белорецкого района мои родители папа и мама они были ссыльными так сказать репрессированные потому что дед был репрессированный это было репрессирована семья сирменево это башкирской деревне где я вырос и вырос в общем то говоря вот в честно говоря в таких суровых условиях тем более папа фронтовик был он был очень жесткий он заставлял первым долгом работать 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 и работать но естественно мы косили сено естественно мы там держали свою скотину работа жить в деревне пилили дрова тогда еще пилой обычной и вот значит однако случилось так папа мне говорит наш сенокос был далеко километров семь он деревне надо было идти через гору сынок говорит я был тогда где-то 7 класс вот примерно так а я уже привык папа был охотник привык к этим условиям я уже ориентировался в лесу умел стрелять охотился и все прочее там подобное и вот говорит там осталась маленькая полянка иди говорит ее выкоси чтобы оттуда еще тоже сено забрать я пошел туда выкосил эту полянку и под самый конец этого выкашивания на косу вот на самый вот этот вот изгиб где коса и ручка попала вот такая здоровая гадюка я с испуга дернул эту косу она упала мне на ноги меня укусила и вот значит я понял я уже прекрасно понимал я побежал к ручью разрезал косой свою ногу ну пытался выпустить яд но все равно когда уже шел домой я потерял сознание и потом папа меня нашел ну потому что я все-таки остался да ну конечно но самое главное это был испуг после этого у меня полностью вырубилась речь я даже не мог сказать мама папа я стал неполноценным и вот этот вот неполноценный образ жизни честно говоря я прошел весь подростковый период все смеялись я только тогда понял какие люди злые как люди могут смеяться над человеком который в чем-то неполноценен я например не мог говорить ему и все на этом я даже вот удивлялся я убегал куда-то в крапиву плакал когда меня обижали но после этого дела в городе белорецкий куда мне отдали в школу для неполноценных детей где мне логопеды учили я научился все таки разговаривать мне удалось побороть я вот сейчас легко говорю так сказать на русском языке я говорю на башкирском языке я говорю на татарском языке да еще и английский язык выучил и вот значит ну вот это вот у меня осталось вот почему если ты ослаб в чем-то люди начинают над тобой издеваться и меня это психологически так и осталось на всю жизнь но с другой стороны у меня осталось такой момент чтобы перебороть свою неполноценность перебороть свой порог нужно рваться наверх вот у меня одна из картин так и нарисовано я ее назвал рваться наверх потому что есть принцип рваться наверх и у меня появилось тех времен такое упертое упертое рвение наверх ты не должен быть слабым ты никогда не должен ныть ты никогда не должен стонать идти вперед 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 после этого я поступил башкирский медицинский институт поскольку моя мама была деревенским врачом то есть это семейное было вы как бы мама настояла я хотел быть геологом и после этого учился в башкирском мединституте учился в принципе довольно хорошо и только на третьем курсе я уже начал говорить а так я так вот мне было тяжело но вот это вот рваться побороть что-либо осталось душе вот этот вот детский какой-то вот момент что что я смог перебороть я буду радоваться если будут препятствовать жизнь она полосатая мы прекрасно понимаем и после этого я стал заниматься в студентском научном кружке при кафедре анатомии и ночами просиживал в этой анатомке и все прочее там подобное и значит судьба распорядилась так что знаменитый профессор габбулла хабир очку дояров такого способ никого студента взял в уфимский институт глазных болезней и в этом уфимском институте глазных болезней мне удалось изобрести алла плант вот тот самый алла плант который основополагающее ваше открытие и символика то есть на вашей форме везде в центре везде написано алла плант и вот тогда еще я был еще студентом интерна когда сделал первую операцию с алла плантом на веки человека и потом дальше 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 скажите пожалуйста вот из первых рук интересно узнать алла плант ну само понятие то есть сейчас я расскажу что такое алла плант я просто еще хочу добавить вот такую вещь удивительны были те времена они не сопоставимы с нынешними временами видя вот руководителей например директор этого уфимского института глазных болезней маскуда арслановна кальметьева она заметила что это способной и самый главный рвущийся наверх рвущийся врач и вот она мне дала волю в науке дала волю что дала возможность создать научную группу и все прочее пошло 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 и вот значит я хочу сопоставить с нынешними временами сейчас времена кардинально изменились ушла романтика ушла любовь к пациентам ушла любовь друг другу ушло очень многое чем был силен советский союз потому что во время советского союза тем не менее несмотря на коммунизм несмотря на то что вся семья репрессированная я могу сказать люди позволяли себе роскошь жить душой вот это вот сейчас коммерция сейчас сейчас не просто коммерция сейчас психология денег если деньги дашь сделаем не дашь не сделаем то есть возникла бездушие бездушие мы мужчины более рациональные люди чем женщины а вот представьте влюбчивую женщину которая будет жить в этом чуждом от бога мире которой в котором не цветет душа где нет романтики где нет горящих глаз ведь на любую операцию когда ты идешь ты же должен идти с горящими глазами вы понимаете тогда от хирурга исходит другая энергетика которая еще сама по себе лечит и вот те времена я вспоминаю очень хорошо вспоминаю прежде всего душевностью когда ценилось рвение когда ценилось стремление когда ценились романтичные добрые и сильные глаза а сейчас этого нет сейчас кроме денег за силе бюрократии страшная фраза который произнес один человек все по закону что такое закон как дышу его можно повернуть а где душа все по бюрократическим законам мы прекрасно понимаем хоть так хоть и так поворачивай и вот если бы не было тех времен в то время вот это благостное пусть бедное но тем не менее благостное состояние души не было бы вот этого лапланта который мне удалось изобрести а вернее бог дал мне эту идею это не я я все время говорю это божий подарок наверное подарок за романтичность за то что ты хочешь сделать для людей и я все время вспоминаю одну фразу вот странную фразу одного гималайского йога у меня много экспедиции этот гималайский йог сказал самое главное чтобы достигнуть чудес которых мы йоги достигаем это любовь а любовь бывает трех видов самая простая форма любви это любовь матери к ребенку или наоборот или отца к ребенке наоборот вторая это любовь мужчине мужчина к женщине и наоборот но самая высокая форма любви любовь к людям вообще я сразу задумался и представил вот попробуйте идешь по улице и любить вот всех этих людей которые идут по улице но вот это высшая форма любви вы понимаете вот эта любовь стала угасать и угасание этой любви это огромный минус не только для нашей страны но и для всего мира я как хирург объездил более 50 стран мира и знаю как тяжело как тяжело аура например соединенных штатов америки потому что там мало любви это а мировая тенденция получать мировая там все по закону вот если например мужчина ухаживает за женщиной давайте подпишем love contract то есть любовный контракт но мы все это знаем это комедийно звучит вы понимаете любви мало поэтому аура нависает плохая и вот если уж я заговорил вот об этом то могу сказать по древней религии бонпо это самые самые древние религия значит бывает гены то есть есть гены вот они прямо практически так и называют и высший ген белый ген любви они так и называют даже одну из картин нарисовал своих вот белый ген любви вы понимаете потому что любовь творит чудеса и мы сейчас живем вот в этом мире где этого гена любви мало где этого гена любви мало вот почему ген его мне перевели из какого-то вот стим это санскрита санскрита перевели как гены и причем это оправдано вот такая вещь и вот что такое а лаплант я перехожу это главное мое изобретение много изобретений а лаплант мы делаем из ткани умерших людей забираем их в морге и перерабатываем специальным образом и вот значит с помощью химической обработки и все прочее как переработать как это сделать вот это я говорю еще раз это вот я думаю это все таки божий подарок вот интуиция вот эта интуиция как бы вот шепот шепот как ты как бы слышишь у меня например интуиция работает глубокой ночи я работаю поэтому до часа двух ночи вот я ложусь не раньше двух часов вот такая вещь и вот эта интуиция примерно подсказывает тебе так сделай вот так дурачок ну неужели ты не понимаешь но только в том случае если ты будешь стремиться рваться каким-то открытием вот это вот рваться наверх а так тебе никто не даст но он примерно как вот получается так боженька тебя по это погладить и сказать ну ладно уж уж очень старайся уж очень хочешь стремимся на тебе подсказку и вот эта подсказка как обрабатывать химическим путем состояла вот чем в том что вот в ткани мы стали менять состояние воды вот что такое человеческая ткань любая ткань будь то кожа будь то сухожилия будь то печень будь то там все что угодно подкожная жировая клетчатка там любая ткань любая ткань все перерабатывается и вот вот эта ткань она состоит на 80 90 процентов из воды мы думаем что это вот плотная ткань это в основном ткань а на самом деле это в основном вода у новорожденных вообще 97 процентов воды в организме и вот мы меняем это состояние воды как мы делаем эту воду за счет экстракции гликозамина гликанов гликопротеинов и протеогликанов это для вас непонятные слова но суть состоит в том что мы делаем вязкую воду вот вода в организме становится не текучей такой вот как обычно а становится вязкой я не понимал я просто прислушивался к тому шепоту интуиция который был и на базе этого мы создали лаборатории создали научные отделы потому что рваться наверх вперед к тому чтобы так сказать лечить людей и там подобное мы создали в конце концов весь вот этот вот прекрасный центр и вот я не понимал но я слушал только одно нужно чтобы была внутри тканевая вязкая вода я всю жизнь изучал и изучаю и весь наш коллектив изучал и изучает этот самый лаплант в основе которого лежит внутри тканевая вязкая вода и таки не удавалось ничего понять вы понимаете я порой длинными зимними вечерами вот так вот садился и думал ну что такое но ничего не понимаю своем собственном изобретении это в общем то вот как ни странно но это факт и только в 1996 году меня интуиция повела в гималайи я сделал свою первую серьезную экспедицию это ваше первое такое большое такая вот большая экспедиция до этого были экспедиции тунгульской метеории там были экспедиции по россии поиски погибшего экипажа ливаневского мне были экспедиции но они были не связанные с глубинами медицины и мироздания и вот значит девяносто шестом году что мне повело я так не знаю и тут мы встретили феномен самати и тут мы обнаружили в гималаях пещеры где сидят люди самых различных как они говорят цивилизации древние люди эти наши люди вот и все прочее состояние саммати что такое саммати я был в одной из этих пещер тогда в девяносто шестом года всего я был в шести саммати пещера вот они сидят в позе будды вот таким образом вот ноги подогнув сидят позе будды пещеры эти охраняют так называемые особые люди вот эти особые люди так они себя называют они знают заклинание чтобы можно было войти в пещеру потому что эти пещеры охраняют так называемый психо энергетический барьер человек не пройдет человек не пройдет я вот тыкался я видел но пройти туда мне было невозможно и вот вы знаете я стал их спрашивать в чем суть саммати потом стал спрашивать лам стал спрашивать с вами индийских вот таких вот высокого уровня религиозных деятелей что такое саммати они говорят это жизнь вечная ну как так вечная вечная жизнь не бывает я как врач понимаю что такое апоптос любая клетка живет какое-то время после этого она умирает но тело смертно до дела смертно мы прекрасно понимаем нет говорят тогда жизнь вечная и этот человек может жить тысячи миллионы лет я говорю как так значит потом стал переспрашивать много было встреч все одинаково говорят состоянии саммати человек живет тысячи миллионы лет и вот вы знаете не верить им было очень сложно тем более их видел воочию то есть они находясь в этом состоянии с ними естественно невозможно поговорить то есть они находятся состоянии саммати естественно да они могут двигаться чуть-чуть они могут иногда моргать вот вот такая вот вещь они в поезде без одежды получается без одежды они находятся в обязательном порядке в пещере принципиальные условия температуры пещер плюс четыре градуса цельсия вот это вот обязательная такая вещь и тут я начал доходить до самых высоких самых все прочее в чем суть вот этого феномена саммати я не тут мне наконец знаменитый бон пулама бон по этой самой древней религии мне вдруг говорит эх уж ладно быть так и быть я тебе скажу они переводят воду своего организма вязкое состояние то есть вся вода организма 80 90 процентов становится вязкой неужели говорит вы в европе в россии не знаете что вязкая вода это вода бессмертия вот тут у меня вы представляете округлились глаза когда я по какой-то интуиции смог сделать искусственную вязкую воду и вот это искусственная вязкая вода стала давать самые натуральные прекрасные результаты даже можно сказать чудеса в хирургии вот тут тут только до меня дошло что такое вязкая вода и вот я вам скажу что аллоплант он делается сейчас из любых тканей любой орган любая ткань из всего делается можно сделать аллоплант вот например вот один из последних видов аллопланта мы делаем из мозга вот у меня например был пациент очень высокопоставленный с неизлечимой болезнью мозга оставалось ведь совсем мало я пошел на риск мы сделали аллоплант из ствола головного мозга и он постепенно на нем выжил его трясло потом стал водить автомобиль porsche и все прочее там подобно то есть пошла регенерация мозга то есть в любой ткани в любом органе можно сделать искусственным путем вот эту самую вязкую воду но и использовать соответственно тоже на любом органе использовать на любом органе вот например для лечения болезни печени можно взять кусочек печени и в ней создать искусственную вязкую воду но она не искусственно она там меняется вот и значит этот аллоплант будет запускать регенерацию регенерация то рост регенерацию печеночной ткани то есть заболевший печень цирроз например печени да он будет лечиться и опыт большой особенно вот на этой на хирургии печени аллоплантом здорово прославился профессор маждахмед шнартайлаков вот к нему стали ехать больные со всей россии все прочее там подобное то же самое можно лечить болезни мозга причем где болезнь вот например болезнь паркинсона это определенная зона мозга вот есть из этой зоны сделать аллоплант сделав в нем вязкой воду то будет запускаться регенерация мозга вместо рубцов из-за которых вот возникает паркинсонизм понимаете что говорить о глазах мы в основном глазной всероссийский центр глазной и пластической хирургии нам стало удаваться делать аллопланты из сетчатки и склеры и хориидеи глаза из зрительного нерва и там подобное там подобное и запускать регенерацию глаз вот этой прозрачной роговицы конъюнтивы и все прочее что тут говорить о болезнях положим суставов мы делаем аллопланты из вот суставных тканей суставных тканей суставного хряща например и они лечат суставы что говорить о болезнях позвоночника сейчас все стоят в очереди чтобы лечили это очень частое заболевание что тут говорить о регенерации кожи вот например значит мы делаем аллопланты берем кожу молодых людей и в ней создаем вот эту вязкой воду потом она вся перемалывается ну мы делаем суспензию такой вот виде порошкообразная потом растворяем и вводим очень хорошие результаты при так называемой аугментации кожи аугментация это переводится разглаживание морщин то есть разглаживаются морщины вот у нас есть одна дама которая испытывала на себя вот эти лапланты все прочее некая елена ого-го это елена ей сейчас где-то 52 53 года все ей дают где-то 35 но она еще от порода такая моложавая но эффект на внешность больше 10 лет для нее это самое главное в жизни чтобы хорошо выглядеть и там подобное дошли даже до того что мы создали аллопланты для регенерации сердечной мышцы мы дошли до того что создали аллопланты для регенерации мышц что очень важно в спортивной медицине мы значит работали работой вместе вот с фмб а значит это федеральный медико-биологическое агентство который занимается спортивной медициной вот медицинной катастроф это оборонные вот все ожоговые вот экстремальные последствия данной ситуации и везде и всюду мы можем сказать одно что тут говорить кости регенерирует регенерирует все ученые спорили что вот вот мозг может регенерировать или нет ну как не можем но сейчас у нас уже наших лабораториях мы все там регенерируют еще на полную катушку мы видим вот на мрт как зарастает вот эти пустоты при серингами или или при рассеянном склерозе вот вот такие вот вещи то есть образно говоря мы научились впервые в мире выращивать человеческие ткани по принципу делай аллоплант из любой ткани из любого органа откуда угодно есть у нас общие аллопланты вот общие аллопланты которые готовятся универсальные универсальные они готовятся из ткани подошвы в основном почему подошвы да потому что все меридианы вот по китайской медицине они выводят на подошву и подошва имеет представительство всех органов и всех тканей и вот такая вещь и ладошки еще то же самое но подошва мощнее и вот здесь получилось так что и общее действует а если сделал локально взял то есть вот именно тот орган который болеет этот аллоплант сильнее и вот я могу сказать что мы наверное сейчас вне всякого сомнения мировые лидеры в регенеративной хирургии в регенеративной медицине потому что мы россия мы русские хотя татарин значит как его мы первые в мире и первые в мире я горжусь этим и здесь можно публиковать статьи в журнале нейчер американском можно в журнале сайенс американским что очень ценится эти публикации но суть не в этом вы понимаете публикации эти вещь такая опубликовали потом про это забыли самое главное это народная молва народная молва что сюда периферийный город уфу к вам со всего мира приезжает приезжает со всего мира аж 90 стран вы представляете даже австралия приезжает даже аргентина даже южноафриканская республика не говоря уж об об америке вся европа абсолютно все арабские страны абсолютно китай там кого только нет этих стран ну каждый год добавляла сейчас коронавирус на времена очень много и вот мне любопытно откуда эти люди все узнают вы понимаете да никакой рекламный дел да мне написано много книг они написаны популярным языком в основном они по моим экспедиции но это там 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 вставляю а лаплант и мне даже сказали ну как у вас нет реклама ваши книги это на полках каждого книжного магазина стоят естественно у вас их много да их он их у меня много хотел бы задать вам вопрос сделал такое наблюдение по городу сейчас многие медицинские учреждения которые занимаются глазной хирургии то есть раньше их услуги стоили в районе 40 тысяч и вдруг внезапно все снижают цены и у меня коллега как который как раз натолкнул меня на эту мысль сделал за 15 тысяч рублей операцию и они во многих заведениях теперь стоят одинаково и стоят минимум в два раза дешевле при этом там операция длится 10 минут вопрос насколько это эффективное лечение и почему вдруг это стало стоить гораздо дешевле вот замечали ли вы эту тенденцию я думаю что есть феномен сотой обезьяны не сработал ну да я думаю просто на просто демпинг да коронавирусные времена да еще посмотрите сколько расплодилась клиника огромная конкуренция все прочие все они вот волей-неволей пациенты же понимают я пойду туда где дешевле и все понимают то что это делается одно и то же а потом я еще хочу сказать вот что добавить относительно всего этого я сделал свое время первой в мире пересадку глаза трансплантацию глаза об этом наверно слышали и bbc приезжала сюда и германской телевидении французской кого только не было да это был мировой прецедент да это был мировой прецедент пациентка тамара горбачева из украины она без глаз у нее из-за болезни называемые увид так сказать атрофировались глаза я и сделал новый глаз операция длилась с половиной часов я использовала лаплант и пересадил сетчатку пересадил роговицу ну то есть я сделал как бру в это рукодельный глаз с использованием да не просто да 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 просто взял глаз глаз и поставил а вот я его сделал так сказать из аллопланты и частей глаза вот таким образом то есть это был рукодельный глаз и вот вы понимаете я пережил конечно чисто на интуиции и вот это вот вязкая вода у меня была в голове я понимал многие вещи и вот тут я понял что в мире столько чудес еще которых мы и знать не знаем вот я вам просто скажу тамара она сама еще преподавательница английского языка она значит умница и вот тамара горбачева который я сделал эту операцию тамара горбачева это сказать один раз произошел такой момент вы знаете приехал первый канал снимать как-то с ней не очень учтиво разговаривали а тамаре она говорит смотри сюда смотри туда она говорит я не буду ну как бы это отказался и тут зашли би би си и меня просто напросто вот этот момент удивил вот этот вот криз который был редактором значит они пришли во первых с букетом роз вам сделали первый в мире пересадку глаз и вот значит а тамара с ними по-английски сразу легко начала говорить и вот значит она взяла эти розы и стала их разглядывать я думал по запаху все прочее говорить сразу розы и тут я взял у нее букет значит оставил одну розу чтобы ну кучи не было и говорю тамар какого она цвета это был пятый день после операции тамара смотрит смотрит и говорит красная а потом нет она бордовая красная может даже бордовая правильно тамара правильно бордовая бордовая и туча переходит на английский язык и говорит it's violet it's violet it's violet и все прочее все они засняли вот этот момент у нее я смотрю вот щелевой лампы этого это же щелевая лампа вот этот вот аппарат значит и вдруг вижу что ее глаз светится красным светом я глазам не поверил это в это поверить невозможно когда мы светим то глаз там бывает розовый рефлекс а здесь такое ощущение что он даже оттуда как бы свет идет красный огромное количество фотографий написана книга откровение хирурга как я делал первую в мире трансплантацию глаза и вот значит красный ярко красный на пятнадцатый день ее глаз стал оранжевым и стал светиться ярко желтым цветом это вообще вот эти фотографии в это просто поверить было невозможно и потом после этого он стал светиться зеленым стал светиться синим потом глаз претерпел изменения те которые бывают в утробе матери когда зарождается глаз и постепенно на этом месте у нее получилось вырос новый глаз а изменение это вот бывает глазной бокал то есть глаз вдавился а потом опять выпитился и это образовалось и вот вы знаете после этого тамара начала видеть она и до этого вот видела но всегда вот потом уже стало более лучшее зрение но я могу сказать один любопытный момент ее как знающий английский язык мы отправляли все время пока с украины все было на весь киево мы отправляли ее приглашать иностранных пациентов и вот я ее специально отправил пригласить одного арабского пациента какой-то тот который по-английски говорит и вот наш оператор потихонечку заснял тамару как она бывшая слепая вернее человек без глаз ведет своего бывшего коллегу по слепоте за ручку ко мне на консультацию и вот когда на одном из международных конгрессов я показал вот этот вот сюжет который дился аж три минуты на конгрессов сжатое время зал просто плакал вот я стоял на трибуне и видела один подошел с украины по этот врач и говорит я никогда в жизни плакал и вот я здесь заплакал я же начал связкой воды но последние изобретения были такие интуиция мне подсказывал что должны быть очаги вязкой воды вот этой натуральной вязкой воды мы ведь аллоплант это искусственная вязкой вода искусственно слабее а натуральная должна быть и начали мы искать и вы представляете мы ее нашли это натуральный вязкой воду не зря гималайские йоги и вот тибетские ламы мне говорили вязкая вода вот те времена когда был феномен сам на самате это изучался что вязкой водой есть в организме она поддерживает весь организм и вы знаете где она два участка на стопах человека два участка то есть на боях стопах человека на коленках это лунные сочленения лунные сочленения это у женщин вот во время родов это такой хрящевидной такая ткань она так сказать если таз узковат она растягивается но вопрос у мужчин то для чего мужчин их не рожает вот там находится вязкой вода и вот здесь еще солнечное сплетение вот мечевидный отросток вот здесь вот мы в районе солнечного сплетения немножко есть на кадыке но там ее немного и вы представляете взяли мы эти участки натуральной вязкой воды я понял что здесь будут много вещей и вот тут первые результаты применения этих аллоплантов вот внутри хоров вот все это вместе завязано первые результаты были невероятными но потом на свете ведь есть еще и кроме бога дьявол слишком видимо это открытие большое и вот пошли сложности именно с этого момента ужасной сложности во главе которых лежит не деньги деньги могут играть роль даже не власть лежит зависть ужасная зависть к людям которые живут романтикой которые умеют любить людей как таковых вообще ужасная зависть к изобретательскому порыву ужасная зависть рукам которые могут хорошо это хорошо оперировать по той причине что когда ты оперируешь душой и руки будут работать хорошо и вот я посмотрел философски на всю эту жизнь и понял сколько научных направлений было загублено из-за зависти то есть это дьявол который проявляется через людей да конечно 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 критику да и вот вот возьмите советская генетика вавилов была самой сильной в мире появился завидующему лысенко и он смог сделать принцип завистник он все делает по закону они даже говорят по закону вот так вот и вот сейчас эти завистники они выкрикивают все по закону а бюрократические законы это одно а наука она всегда так сказать она и по закону и в то же время это же прорыв наверх потом вот это это творчество вы понимаете поэтому я считаю надо игнорировать и очень осторожно относиться к людям которые говорят все по закону это завистник и я думаю надо очень бояться тихих людей в тихом умуте как говорится которые молчат до порода времени до черти водится почему он молчит в глубине у него зависть и вот я анализировал у блаватской я перечитал ее тайную доктрину это удивительная книга ее понять практически нереально я ее читал таким образом и хорошая память значит я могу вот короткая память хорошая я могу запомнить потом где-то неделю помню потом я забуду все и вот значит там у нее предложение может начаться вот мысль начаться в середине книги продолжение может быть начале конец конца или наоборот ли вот такая вещь и вот у нее она описывает грехи из-за которого гибли предыдущие цивилизации на первом месте везде и всюду она пишет это гордыня ну по-другому говоря звездная болезнь на предвестником гордыни предвестником гордыни это практически как пред гордыни является зависть если человек завистлив это очень плохо его конечно завистливого человека покарает бог мы прекрасно все осознаем но тем не менее вот это вот гордыня она губила цивилизации и вот я сейчас уже я думаю заканчивая весь наш разговор хочу сказать несколько слов относительно современной медицины и относительно вот вот этого коронавирус да ваше мнение как раз таки оба демии коронавируса я как-то могли это предвидеть вас были мысли до того как уже нет абсолютно нет абсолютно нет я могу сказать вот что современная медицина к величайшему сожалению если говорить наше что говорит российская медицина это еще хорошая медицина я оперировал полмира ну где-то в 50 странах что ли там везде все в штатах я много оперировал германии в испании в италии где только я не делал операции да и вот вы представляете к нам пришла западная беда за бюрократичность первичного звена медицины первым долгом за бюрократичность то есть вот страховая медицина она подтянула за собой большой бюрократический пласт вот представьте какая-либо бабушка из деревни хромая там все прочее там подобное которая так сказать она должна добраться до своей райбольнице в этой райбольнице чтобы туда лечь она должна собрать анализы где собрать там в этой райбольнице дайте бог других анализов которые описаны в списке она должна взять где-то в городе и все прочее то есть она слишком сложный алгоритм собирая эти анализы она пока их соберет уже срок годности проходит вы понимаете люди просто плачут к нам едут вот больные вся россия да кроме того что полмира суда и вот вот этот сбор анализ и даже наш президент путин на это указывал что вот первичное звено и даже везде и всюду вот сейчас все говорят о том что за бюрократичность первичного звена недовольство людей медициной недовольство прежде всего первичное звено и вы знаете вот а в штатах там медицина дошла до того что вот из-за забюрократенности уже врачи плюют потому что больные тогда просто их не будет вы понимаете пока не бюрократически все звенья пройдут чтобы по страховке пройти они просто берут и без анализов оперировать вы понимаете это бедные американские больные это вот стыдобище ну так я много оперировал в далласе это техасские люди ковбои они себя считают основателями штатов основателями штатов да мы этих всех вот все прочее там подобно они очень воинственно настроены и у них агрессия вот не агрессия 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 недовольство оно прежде всего из-за того что вот это первичное звено за бюрократичным вот она к нам пришло вы представляете у нас еще лучше у нас еще есть воспоминания о советской медицине вот представляете какова была советская медицина советская медицина ведь было вот посмотрите любой больной пришел поликлинику сел в очередь значит попал ну врач посмотрел терапевт или кто и отправил в рай больницу на госпитализацию на лечение и и вот эту бабушку положим клали и в рай больницы собирали анализы если более серьезная вещь они ее отправляли например в республиканскую больницу или какую-либо другую больницу где она приезжала ложилась у нее опять-таки брали анализы и она ложилась без всяких омс без квот без ничего была бюджетная медицина и вот уход от бюджетной медицины в принципе на страховой медицину он в той или иной степени экономически вроде бы оправдан но нужно взять коррекцию чтобы человек не маялся с анализами ведь анализы берет любая больница любая поликлиника нет медицинского учреждения где не делают анализы даже простых анализов но зачем гонять человека везде и всюду лучше бы вот такую поблажку сделать и тогда люди бы были значительно более довольны потому что это целая эпопея вот сейчас вот пациент коронавирусные времена приехал из владивостока значит ну и владивостоком там не хватает одного анализа но его надо отправлять мы его все-таки вот положили несмотря ни на что мы еще законопослушные мы еще не как американцы которые просто без анализов делают и все он там подписывает что я на все согласен потому что анализы собрать я не в состоянии вы понимаете до какой комедии докатилась американская медицина если бы я там не оперировал я бы в это не поверил то что сейчас говорю вот это относительно медицины и вот здесь я конечно читаю абсолютно неправомерным то что из под влиянием минздрава вывели роспотребнадзор и росздравнадзор они сейчас подчиняются только правительству все-таки минздрав это врачи а в правительстве ведь не врачи ну да и вы понимаете и здесь роспотребнадзор со своими снипами все прочим может творить очень тяжелые дела например или вот росздравнадзор тоже сейчас правительственные организации проверяли росздравнадзор роспотребнадзор и нашли очень много нарушений по той причине что они излишне берут на себя да это надзирающие органы но надзирать то надо в диалоге с врачами вот например вы посмотрите любая операционная должна иметь санпропускник этот пункт который прописан он по моему рожден где-то по моему 1937 год где-то 100 лет назад вы понимаете и вот этот санпропускник в нем должны стоять два унитаза в пределах операционной зачем и душ хирург идя в операционную должен пройти значит принять душ и войти в операционную ну вот у нас центре например в каждой палате душ в каждом кабинете душ сейчас уже времена не но иметь санпропускник но никто не будет час душ принимать ну что больные ведь тоже без душа заходят туда они приняли они помылись их переодели в одежду мы же не италия где в уличной одежде больных заводят в операционном и значительно более цивилизованные более чисто плотная страна будем так говорить и вот значит вот эти вот моменты как можно если дать полную волю роспотребнадзору я не знаю что будет ну то есть все будет по нормам которые сейчас действительности отвечает это будет нарушение стерильности то есть в пределах операционного блока будет стоять туалет да это нонсенс два один мужской один мужской второй женский вы представляете и вот вот этот нонсенс требует 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 чтобы сейчас делать из-за этого сейчас у нас в центре чп в нашем роспотребнадзор башкирии значит закрыл наш главный операционный блок там подсобные есть еще операционный блок где делались такие кое-какие операции главный операционный блок который был сделан во время строительства вот этого центра и в него я вложил знания полученные я видел операционные многих стран мира например великолепные операционные баракера барселоне вот например оттуда мы много взяли и этот прекрасный операционный блок значит за 20 лет его работы не дал ни одного гнойного осложнения это чудо когда в день через него проходит до 85 пациентов представляете какой он до такой степени отработан что здесь трогать нельзя и вдруг роспотребнадзор валит на администрацию нашего центра администрация центра валит на роспотребнадзор оперблок закрыт и в новом все они выпустили постановление да да предписание сделали он закрыт и сейчас я просто боюсь что будут гнойные осложнения и как с этим бороться и вот вы знаете более того в этом маленьком подсобном операционном блоке где тесняться все и все где вентиляция не работает где все очень плохо где вот вы понимаете где душно там одновременно находится и гнойные операционные и чистой операционные это нонсенс нельзя то есть находится лор операционные лор это ухо горло нос ухо горло нос это синусит это гнойные гайморит это гнойные Гланды, ангины Везде скапливаются Эти пути, они все гнойные операции Здесь Роспотребнадзор Башкирии И Росздравнадзор Башкирии Они говорят, что Лор-операции То есть ухо, горло, нос, они чистые Я говорю, вы что? Я-то хирург Вот они, не будучи хирургом, ни за что не отвечают За осложнение Отвечает только один человек Тот, кто оперировал, хирург Вы понимаете? И вот сейчас хирурги Поставлены в очень тяжелые условия И больные, больные не понимают Они слепые тем более Вы понимаете? И вот это является Минусом Того, что Вывели из-под Минздрава Роспотребнадзор и Росздравнадзор Тогда был диалог Между врачами Сейчас этого диалога нет Выписали предписание И все на этом закончено Я вот Просто-напросто Удивляюсь Когда одна из работниц нашего Роспотребнадзора Роспотребнадзора Башкирского Мне заявляет Я говорю Вы же врач Как вы это говорите? Что Лор Ухо-горл-нос Операции Они чистые Как можно? Они чистые Мы проверяли Как вы проверяли? Но это любой врач Понимает Ты человек Который чем-то подобным болел Даже знает Да Если у меня был синусид Я знаю Что там скапливается Гной Скапливается Да Гной В полице Вполне естественно И вот представляете Что такое А если сейчас Вот коронавирус кончится Я думаю И опять поедут Иностранные больные Ну так или иначе Рано или поздно Они начнут приезжать Рано или поздно Они опять поедут Вот сейчас большая группа Поляков ждет Вы сами знаете Как поляки Относятся к нам Но они здесь Протоптали дорожку Потому что мы им Мы помогаем Ну вся Европа едет Абсолютно все страны Ну здесь вопрос Не в международных отношениях А в том что Им нужна помощь Которую могут Если будет гнойные осложнения То Но по репутации И гибель глаза Это не по репутации У знаменитого Святослава Николаевича Федорова Было одно гнойное осложнение Давным-давно У шведского пациента Страсбургский суд И выплата Десяти миллионов долларов Компенсации Вы представляете Это будет конец всему Я об этом Говорю Роспотребнадзором Росздравнадзором Администрация нашего центра Ну да-да Отвечает-то кто? Отвечать будет хирург А всевозможные предписания В которых Любой Даже не врач Понимает Что операцию Ухо, горло, нос Как мы говорим Грязной То есть гнойной Это же должно быть отделено Тем более Что у нас есть В центре Отдельная гнойная операция Они там должны оперировать И близко не касаться И вот Такой Минус Поэтому я думаю Наша медицина Вот заканчивая Весь этот разговор Я могу сказать Наши умы Российские Они помощнее Западных Я могу сказать Сравнивая Уровень Вы знаете Уровень нашего образования Медицинское Я могу Прежде всего Судить Повыше Потому что Мы очень хорошо Знаем Такие Глубокие Предметы Как биохимия Анатомия Морфология Гистология Гистохимия И там подобное И Еще я бы Хотел отметить Что в России Хирургия Значительно выше Почему Здесь чисто Психология По той причине Что По российским По советским Российским Традициям Мы Вот Наши хирурги Относятся Хирургии Как к искусству А там Относятся Как к ремеслу Получил Лицензию Все что хочешь Делай А у нас Человек должен Попасть под заведующего И все прочее Ему не дадут Просто так И вот я надеюсь Что вот эти вот Сложные моменты Все таки Урегулируются А именно Прежде всего Нужно Добиться Сделать Ревизию Полностью В первичном Звене В поисках Анализов В поисках Вот это все То есть Дебюрократизация Уменьшить Это Бюрократические Моменты Врач должен Иметь на твойство Что-то Даже вот эти Проверяющие Комиссии На это указывают И наконец Образумить Роспотребнадзор И Росздравнадзор Чтобы не было Таких нонсенсов Как у нас Вот произошло В нашем Знаменитом В общем-то Всемирно известном Всероссийском Центре Глазной Пластической Хирургии А так я думаю Мы Более романтичные Люди Мы Как бы Под Богом И я надеюсь Что все эти Сложности Пройдут И все будет Окей В конце концов Именно мы Лидеры В регенеративной Медицине Которую На Западе Везде и всюду Называют Медицины Будущего Именно мы Россия Научились Впервые В мире Вращивать Человеские Ткани Все Спасибо за внимание Спасибо большое Вам за беседу У нас единственное Есть один Традиционный Вопрос Было бы Здорово Тоже Узнать У вас Что вас Сделает Счастливым Работа Поиск Рвение Наверх Не сидеть Не почивать На лаврах Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok